В морском историко-культурном центре сегодня крестили новорожденного. В год 300-летия российского флота заложен остов старинной русской ладьи 12-14 веков. Подобные корабли здесь уже строились неоднократно. Напомним, что пергамцем клуба «Полярный Одиссей», прородителем морского центра, был Коч-Помор. Затем появились ладьи «Вера, Надежда, Любовь» и фрегат «Святой Дух». Все они прошли испытания морской стихии. В последние годы из-за финансовых трудностей серьезного строительства не велось. Но приближение 3-го тысячелетия и 300-летия русского флота – важный повод, который следует отметить. Освещение нового судна проводилось в присутствии российского самодержца и участников исторического клуба, одетых и вооруженных, подобно воинам Карельской земли до Петровских и Петровских времен, что символизировало единение двух братских народов. Правила и традиции соблюдались и в остальном. Древнерусские ладьи строились из ели и сосны на открытом воздухе. Обычно под один из грузов кормы закладывалась старинная монета – знак удачи. Всей добрый знак должен сопутствовать новостроенному кораблю, окрещенному Надеждой России в путешествии к Святой Земле летом-осенью будущего года. У нас первое имя этому кораблю был «Дух России». Но наша церковь подсказала нам, что все-таки с Духом лучше не связываться. А возникла идея надеть корабль «Надежда России» буквально вчера, поздно вечером. Ну что за «Надежда России»? Мы надеемся на то, что Россия все-таки обретет основную духовную идею, которая будет стержнем, связующим наше российское население в единый российский народ. «И вас в флоту российскому! Ура! 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 Ура!» «Ура! Ура! Ура!»